Всем привет! У вас когда-нибудь случалось так? Вы, значит, возвращаетесь к себе домой, обнаруживаете абсолютный хаос. Перевернутая мебель, разбитые тарелки, разбросанные вещи, короче, кромешный ад не меньше. Господи, перестаньте винить в этом собаку или каких-нибудь непрошенных гостей из параллельных миров, это очень банально и недальновидно. Лучше поищите где-нибудь поблизости нагретую поверхность, а рядом поджаренный аппетитный тост. Может быть, именно он сотворил подобное безумие? По крайней мере, все это становится возможным благодаря симулятору хлеба в игре с гордым названием I Am Bread. Какие только симуляторы нам не предстояло видеть в App Store. Из всего такого сверхоригинального мне приходит в голову симулятор смерти, симулятор собачьих сновидений или же симулятор горы. Ну, блин, симулятор хлеба, по-моему, это апофеоз безумия. К слову, разработкой игры занимались ребята из именитой Bosses Studios, которая уже успела подарить App Store такие прекрасные игры, как Twelve A Dozen, Spy Watch, или же их наиболее популярный проект, симулятор хирурга. И это все к тому, что от этих разработчиков можно было ждать чего угодно. Ну, окей, я хлеб, а что дальше-то? Начать необходимо с того, что ты являешься очень заботливым хлебом, и весь этот бедлам, выраженный в разгромленной квартире, все это делается тобой исключительно в благих намерениях. Приходу людей ты должен во что бы то ни стало превратиться в лакомый поджаренный тост, чтобы предоставлять для своих хозяев наибольшую пищевую ценность. И с одной стороны может показаться, что в этом сложного, сделал пару-тройку шагов по кухне, залез в тостер и вуаля, ты весь такой поджаренный, источаешь приятный аромат и просто влечешь к себе человеческий желудок. Ммм, нет-нет, на деле все гораздо сложнее. Во-первых, ты хлеб и ты лишен возможности человеческого передвижения. Для того, чтобы добраться до тостера, тебе необходимо со стола переползти на стул, опрокинуть его для того, чтобы добраться до барной стойки, а уж потом, используя либо стены, либо различную мебель, попробовать добраться до необходимой кухонной техники. При этом не стоит забывать о том, что велика возможность провала, ты можешь попросту свалиться на пол, а там грязь, абсолютно антисанитария и миллиарды микробов. Да, и кстати, это всего лишь одна и при том не самая большая игровая сложность. Другой проблемой является тот факт, что не во всех комнатах, в которых вам предстоит побывать, вы сможете найти тостер. И теперь вот такой резонный вопрос к тебе. Сколько ты знаешь способов для приготовления румяного тоста? Я думаю, что немного. К примеру, в первом уровне можно воспользоваться очевидным тостером, а можно попытаться включить плиту и поджариться до нужной консистенции на комфорке. Во втором уровне вообще предстоит разбить телевизор, опрокинув на него бильярдный шар, и чувствует мое сердце, что дальше задачи будут еще более сложными. А Эмбред это действительно во всех смыслах крутая и оригинальная игра. Она потрясающе реализована как графически, так и геймплейно. Абсолютно все элементы интерьера подвижны и доступны для взаимодействия. Банки с вареньем переворачиваются и разбиваются в хламину, картины и вазы с дребезгом сыпятся на пол, дверцы шкафов, холодильников и сервизов открываются, а сам хлеб изрядно покрывается грязью и пылью. На мой взгляд, это титанический труд со стороны разработчиков. Единственная сложность, это не самое простое управление, но следует помнить, что Аэмбред это симулятор хлеба, а хлеб априори не может передвигаться по-человечески. Вот вам и ответ. Также в игре всего 7 уровней, но на прохождение первых двух у меня ушло примерно полтора часа, поэтому стало быть, к игровой продолжительности претензий возникнуть не должно. Теперь же поговорим о стоимости, и цена далеко не космическая. Всего 149 рублей за очень качественную и, что уж тут скрывать, красивую игру. А вот что должно быть действительно космическим в данном обзоре, это ваш лайк, подписка и комментарий. За рулем хлебного штурвала находился Бузов Роман. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»